Добрый день, коллеги. Традиционно прошу плюсик прислать в чат, если слышно, видно, все хорошо. Отлично. Меня зовут Веленский Павел Викторович, я руководитель технической поддержки компании Виелта. Сегодня я расскажу вам о оборудовании нашей компании, которое можно использовать для организации дополнительного рубежа охраны на различных экспозициях в музеях, выставках и так далее. Традиционно хочется поблагодарить компанию Тинка за предоставленную возможность на их площадке провести данный вебинар, ну и, соответственно, всех вас, кто нашел время, послушать меня и информацию о нашей компании. Перейдем к презентации. Несколько слов о самой компании. Компания Виелта на рынке охранной техники очень давно, уже больше 25 лет производит это оборудование. Но, как таковое направление защиты музейных ценностей, в принципе, оно у нас появилось, наверное, недавно и не то, чтобы появилось, а, наверное, даже выделилось. В связи с всем известными событиями недавними, то есть когда появилась необходимость у музеев организовать третий рубеж. В принципе, наше оборудование наверняка знакомо многим сотрудникам безопасности музеев, то есть они его используют. Это различные проводные извещатели, там, фотон-9, фотон-16, фотон-10, 10МД, ну, в общем, как бы их достаточно много, различных извещателей. Это и витрина-извещатель, и, собственно, извещатели акустические разбития стекла. Ну, в общем, разнообразные варианты производимой нами продукции. Вот. Ну, как бы для защиты непосредственно экспонатов они используются редко, и в основном это защита помещений каких-то, и, собственно, ну, иногда витрин, там, если есть возможность подтянуть туда провода. Вот. То есть из основных извещателей проводных, которые, ну, можно встретить в музеях, которые применяют, то, что я сам видел, да, это фотон-16, это такой специализированный извещатель с функцией антимаскинга. Соответственно, обычный объемник с углом 90 градусов, достаточно хорошей дальностью, и с функцией антимаскинга, это значит, что данный извещатель нельзя замаскировать, то есть нельзя, например, закрыть его коробкой, закрасить краской линзу, либо там лаком при попытке такого вида действий в отношении данного извещателя, собственно, он выдаст тревогу по каналу маскирования. Соответственно, поставить шлейф с этим извещателем на охрану будет нельзя до тех пор, пока мы не устраним причину, собственно, этого маскирования. Вот. Ну, также есть извещатель стекло-3, стекло-4, это акустический извещатель. Стекло-4 тоже с функцией антимаскинга, то есть нельзя заклеить микрофон, например, жвачкой, потому что извещатель при помощи специального алгоритма, специальной функции, определит, что у него произошло искажение эталонного сигнала, тестового в инфразвуковом диапазоне, и, соответственно, тоже выдаст тревогу по маскированию. Ну, обычный стекло-3, это, собственно, акустический извещатель, иногда встречается в витринах. Чаще ставят извещатель Орлан, это совмещенный извещатель ИК плюс АК канал, то есть инфракрасный на движении и, соответственно, на разбитие акустический канал. Вот, ну, опять же, есть у него аналог Perron 7, который идет вокруг бюджетной линейки подешевле. Вот, также специализированно делали в свое время мы извещатель Perron SHA исполнение 3. На картиночке видно. Сейчас попробую указатель. Да, вот, есть указатель. Это извещатель для обычной штора, собственно, с функцией звукового оповещения. То есть встроена пьеза-сиренка, которая позволяет, например, на базе этого извещателя организовывать такие барьеры перед экспонатами, то есть через которые посетители не должны проходить. То есть как только посетитель попадает в зону действия извещателя, он, соответственно, издает звуковой сигнал. Непродолжительный писк такой. Ну, и также может быть выведен на охранную систему музея, то есть есть выход в свой контакт для включения в шлейф обычно. То есть вот такое изделие тоже присутствует. Ну, и комбинированный извещатель Orlan 2, это тоже микрокрасный, то есть акустический канал потолочный. Ну, тоже применение либо в какие-то помещения, либо витрины. Ну, извещателей у нас гораздо больше, просто обо всех рассказывать времени нет, и, собственно, отнимать его тоже не хочется у всех. Более подробно с проводными извещателями можно ознакомиться у нас на сайте, это в realta.ru, либо на сайте компании Тинк. Торгового дома. Вот. Что можно сказать? С проводными, как бы, в принципе, все понятно. Основной их недостаток – это то, что они требуют подключения к себе проводов. То есть, соответственно, ограничивают возможность своей установки. То есть это либо какие-то помещения, если мы там можем портить интерьер этого помещения, там как-то, да, либо это витрины, которые стоят вдоль стен, ну, либо с какими-то трудностями, ну, обычно, как бы, стараются этого не делать, это витрины, которые выносятся в центр помещения. Ну, и, естественно, как бы, речи об конкретных экспонатах с защитой такого рода извещателями тут, наверное, даже и не идет, потому что это уже совершенно такой сложный процесс тянуть провода к каждому экспонату. Это, в общем-то, нереальное действие такое. Вот. Что же у нас есть на этот случай? В продукции нашей компании, в линейке продукции нашей компании есть, так называемая, линейка LADA-ГРК. Это беспроводные извещатели, так называемая подсистема LADA-ГРК, которая включает в себя различные виды извещателей. Это и объемные извещатели, и магниты контакты, и кнопки тревольной сигнализации, и датчики разбития стекла. Тоже, как бы, с линейкой продукции полностью можно ознакомиться на сайте. Я здесь все затрагивать не буду. И, собственно, что там еще у нас? То есть, главное преимущество этой линейки, это то, что, собственно, не требуется подключение проводов. То есть, все это работает по радиоканалу, с двухсторонним радиообменом. Двухсторонний радиообмен гарантирует нам доставку извещения. То есть, наше извещение нигде не потеряется, обязательно будет доставлено на прием и контрольный прибор. Есть основная резервная частота. На основной система работает постоянно, на резервную переходит при помехах на основной частоте. Все это у нас повышает надежность работы системы и гарантирует нам, опять же, доставку различных извещений, тревожных, либо информационных, там, по разрядам батареи. То есть, все контролируется, контролируется состояние основной батареи, резервной батареи. В случае падения напряжения, передается соответствующее извещение на расширительный прибор о неисправности того или другого элемента питания. То есть, в линейке достаточно много извещателей. Собственно, уже беспроводные извещатели позволяют нам ставить их в витрины, ставить помещение там, где это необходимо, и так далее. Ну, на данный момент, исходя из того, что у многих музеев стоит задача организации третьего рубежа, я думаю, что наиболее интересен будет... Ну, об этих я не мог не сказать извещателях. То есть, нужно понимать, что тоже их можно использовать в этой же системе. Но вот основной, наверное, сейчас извещатель, который у многих уже на слуху, это извещатель Гранер-К. Это малогабаритный инерционный извещатель, который реагирует на перемещение и наклон. То есть, соответственно, данным извещателем можно оборудовать различные экспонаты. Это могут быть картины, какие-то другие экспонаты. То есть, там, те же вазы, можно их вкладывать, можно приклеивать, можно их там крепить леской. То есть, ну, как бы, вариантов сейчас уже большое множество из тех применений, которые уже есть по этим извещателям. Вот. Соответственно, как бы, достаточно большая система у нас сейчас развернута в русском музее. Большая система работает в музее-усадьбе Оставьева. Небольшие инсталляции есть в более маленьких музеях. На этом оборудовании. То есть, этот извещатель позволяет нам точечно оборудовать конкретный экспонат и, собственно, получать по нему тревогу. То есть, при попытке изменения положения этого экспоната. То есть, это попытка снятия, там, унести, наклонить, там, и так далее. То есть, в принципе, практически моментальная сработка. Данный извещатель, в общем-то, так вот, как сейчас практически без таких серьезных конкурентов на рынке. То есть, он уже давно проверен, давно сделал нашей компанией, применялся в других различных, ну, то есть, по другому различному назначению. Сейчас, в принципе, нашел свое применение для защиты третьего рубежа непосредственно по экспонатам. То есть, эта разработка, она сделана совместно нашей компанией вместе с НИЦ охраной МВД. Ну, и, собственно, уже достаточно хорошо себя зарекомендовал. Делаем мы ее, точнее, этот извещатель не менее 5 лет уже. И продаем. Вот. Внутри у этого извещателя два элемента питания CR2450, которые в последней его вариации позволяют данному извещателю работать до трех лет без замены элементов питания. Вот. Значит, также следующий извещатель, это Piron 8RK, Piron 8B, это уличный извещатель. Этот извещатель может быть интересен радиоканальным. Он есть проводное и радиоканальное решение. Может быть интересен, например, тем музеям, у которых помимо внутренних площадей есть еще и внешняя территория, которая относится к музею-заповеднике, ну и тому подобное. Имеющие внешнюю территорию какую-то, какие-то внешние объекты, которые тоже нужно как-то охранять. То есть, в принципе, можно такой извещатель пытаться использовать. Единственное, конечно, ограничение, так как это пассивный, это не очень большая дальность в плане зоны обнаружения, имеется в виду. Это 12 метров. Выпускается воздвумя типами линз, объемные и линзы типа штора. Собственно, имеет степень защиты оболочка IP54. И иммунитет к животным весом до 20 килограмм. Работает до минус 40 градусов на улице. То есть, естественно, если есть необходимость, то, собственно, этот извещатель тоже можно применять. Ну, здесь вот немножко вариаций по установке извещателей радиоканальных. Например, та же штора 1НШ-2РК. Может устанавливаться в витрины без проводов. Может устанавливаться как барьер перед экспонатом. То есть, например, руку потянули к экспонату. В принципе, уже к его будет тревога. Соответственно. Ну, вот. Например, большие витрины можно оборудовать акустическим извещателем на разбитие. Ну, также вот есть примеры там установки Орлана в витрины. Это совмещенный извещатель вверху и вправо. Она у нас здесь есть. Опять же, те же шторы поближе. То есть, ну, то есть, видно, что применяются, защищаются витрины таким способом. В принципе, это работает. Вот. Тут вариация с объемным извещателем в витрине потом 12. Ну, опять же, штора. Это, собственно, картинка из государственного эрмитажа. Ну, это у них крашеный извещатель нашей белой Орланы в черной цели. Ну, еще немножко картинок. Ну, и, собственно, как бы, как все это применять, значит, по радиоканалу. Вариантов, собственно, сейчас два. И один еще на подходе где-то в январе-феврале, там подальше я скажу об этом. Значит, первый и самый простой вариант, это когда мы наши радиоканальные извещатели встраиваем в существующую систему охраны музея. То есть, когда в музее уже стоят, обычно они стоят, это какие-то приемо-контрольные приборы, при том, везде эти приборы различные в зависимости от музея. То есть, нету никакой единой политики в этом плане. То есть, где-то может быть болит, где-то еще какие-то другие приборы и так далее. Ну, достаточно большое разнообразие в этом плане присутствует. Вот. Соответственно, в этом случае, если новую систему разворачивать не хочется, либо нет возможности, то можно, в общем-то, этот радиоканал встраивать в существующую систему. Для этого у нас есть релейный расширитель БШ-СРКР, на картинке представлен, который имеет четыре тревожных выхода, сухой контакт реле, и позволяет подключить по семь радиоканальных извещателей на реле. То есть, в сумме до 28 беспроводных устройств. Такой способ, он достаточно универсальный, может использоваться как на основных экспозициях, так и на временных. То есть, в институте это временная экспозиция, берется, достается из заначки этот БШ-СРКР, допустим, с привязанными гранями и, собственно, грани расставляются по экспонатам, реле-мершитель подключается к прибору. Все. Временная выставка у нас под охраной. То есть, если нам надо больше 28, соответственно, чаще всего так и бывает, то еще один релейный расширитель плюс 28 беспроводных устройств. Надо больше еще один релейный расширитель, ну, соответственно, главное, чтобы в входах на приемы контрольного прибора хватило свободных шлейфов для подключения всего этого многообразия. Соответственно, информативность здесь, конечно, страдает в плане сработки по экспонатам, но либо тогда мы разбиваем по 4 извещателя на расширитель, либо, если мы используем больше, тогда как бы ориентируемся просто на выставочный зал. То есть, этот вариант тоже рабочий, в некоторых музеях применяется, соответственно, все это освоить, как бы инсталлировать, устанавливать достаточно просто. Вот. Ну, как минус, это, собственно, отсутствие полной информативности и, ну, если мы используем полную емкость, релейный расширитель, они не ограничиваются четырьмя устройствами на расширитель. Ну, и, соответственно, нет возможности там какой-то привязки к планам, ну, если только программное исключение той охраны системы это позволяет, то, в принципе, как-то можно там что-то сделать, но, опять же, с ограничением поиграть числа извещателей на релейный расширитель это немножко становится дорого. Вот. И другой вариант, кроме вот этого универсального, это, собственно, использование нашего приема контрольного прибора совместно с нашей системой передачи извещений из ПВЛАДОГа. То есть здесь как бы все становится гораздо интереснее, программное обеспечение оно распространяется бесплатно, то есть на объекте, в нашем случае в музее, организуется еще дополнительное рабочее место оператора, так называемый пульт центрального наблюдения, да, или автоматизированное рабочее место, как кому удобнее, вот, туда устанавливается специальное программное обеспечение мониторинговое и через сети Ethernet там и что-то еще как бы, да, что там на объекте есть. Наш прием контрольный прибор подключается к этому ARM к серверу и соответственно к приему контрольному прибору подключается до 4-х расширителей радиоканальных B6SRK-485 исполнения 1, который поддерживает по 31 радиоканальному устройству, в сумме до 124 беспроводных устройств. Соответственно, система получается полностью адресного, каждый извещатель имеет свой адрес, мы точно знаем, какой извещатель сработал, соответственно, на ARM получаем все вот эти оповещения конкретно по экспонатам, там все можно назвать, как хочется нам, можем мы подгрузить планы помещений, можем на планах отметить, собственно, расположение экспонатов, дать им именование и, соответственно, в случае тревоги по экспонатам у нас будет, собственно, на плане отображаться, какой конкретный экспонат дал тревогу. Количество, в принципе, приема контрольных приборов, вот этих вот, это Ладога по исполнению 6, там чуть дальше будет картиночка, оно практически неограничено, то есть мы на один ПЦН, на один пульт мониторинга, где не можем подключить их достаточно большое количество. То есть это, соответственно, на каждый прибор мы можем вывести по 124 беспроводных устройств. Вот, то есть количество защищаемых экспонатов, оно достаточно большое, то есть, можно сказать, наверное, на данный момент, в общем-то, перекроет нужды любого музея в плане количества. Вот, этот вариант, он более интересный, он немножко сложнее, требует более такой грамотной инсталляции всего этого процесса, ну, соответственно, нужно, если уже какая-то система охранная стоит на объекте, то, в общем-то, оператора пульта наблюдения научить пользоваться новым армом, в большинстве случаев все справляются. то есть, ну, там, где не справляются, мы, в общем-то, немножко адаптируем нашу систему под требования конкретного заказчика, то есть, где-то там какие-то наименования переименуем, да, либо там добавляем, что-то убавляем, то есть, это, в принципе, все возможно под конкретную задачу. Ну, соответственно, вот два варианта использования радиоканальных извещателей, в том числе, инерционного, который позволяет грань РКР, который позволяет защищать непосредственно экспонаты, либо через релейный расширитель ДСШС РКР, уже существующую систему с некоторыми ограничениями, но все равно, как бы, ни проводов, ничего тянуть не надо, да, либо это вариант с использованием ИСП и Ладога. про все это можно подробнее узнать либо на нашем сайте, либо на сайте торгового дома Тинка. Вот. Соответственно, два таких решения сейчас мы предлагаем. Значит, из интересного. Релейный расширитель старый, он немножко ограничен по количеству извещателей, собственно, и по конфигурированию, то есть его там никакого нет, там жесткая привязка идет с 7 извещателей к одному реле, и никак иначе. вот, то есть, но сейчас вот, наверное, ближе к концу января нашего, следующего года, да, либо в феврале, где-то к середине, то есть совсем чуть-чуть осталось, это буквально там месяц-полтора, да, мы готовим к выпуску новый релейный расширитель, который будет поддерживать до 64 радиоканальных устройств, будет 8 релей, конфигурируемых, то есть мы сможем привязывать хоть все 64 на одно реле, либо сортировать их там, как нам хочется, там, 5 на первое, 10 на второе, там, и так далее, да, как душе угодно. Вот. Появится журнал событий в этом релейном расширителе, будет конфигурирование с ПК, ну, также сохранится возможность использовать предустановленные типовые конфигурации, то есть без компьютера можно будет что-то запустить. появится возможность прописывать сценарии управления тактикой работы исполнительных радиоканальных устройств, то есть сюда можно будет помимо извещателей добавлять и исполнительные устройства, которых у нас тоже в линейке радиоканальных устройств достаточно много. Ну, то есть вот такой более серьезный релейный расширитель, соответственно, например, те же исполнительные устройства нам позволят, например, выводить в залы беспроводные оповещатели, свето-звуковые, которые будут активизироваться, например, при сработке, то есть привлекая внимание смотрителей зала, скажем так. То есть вот такой еще релейный расширитель ждем выпуска, соответственно, ну, будет больше функционала различного, который позволит нам решить больше различных задач, которые мы перед собой ставим при защите помещений, объектов, экспонатов, непосредственно. Ну, вот характеристики прибора Ладога ООА исполнения 6, которому мы подключаем, B6RK 435 исполнения 1 радиоканальный расширитель, который поддерживает до 31 извещателей, которых можно подключить до 4 штук. Вот, то есть это питание от 12 вольт, есть контроль состояния источника питания, небольшой ток потребления достаточно. Все расширители радиоканальных подключаются по 485 интерфейсу. Ну, достаточно небольшие размеры у самого устройства. Значит, также в линейке радиоканальных устройств у нас есть ретрансляторы, которые позволяют увеличить дальность действия, дальность связи с извещателями. Ретрансляторы поддерживают работу в цепочке, то есть это маршрутизация динамическая. Таких ретрансляторов у нас несколько вариаций. Это и PSSR-5385 с исполнения 1 стандартный классический корпус с внешним питанием 12 вольт. Это и расширитель, и ретранслятор в одном корпусе. Он может работать либо как расширитель, либо он может быть переведен в режим ретрансляции, когда будет работать этот ретранслятор. Есть ретранслятор с питанием от сети 220 вольт, со встроенным резервным источником питания это аккумулятор 14500, по-моему, на 750 мАч у фактора 14500. Соответственно, можно подключать напрямую 220 вольт, и еще получается, что есть резерв в случае отключения электропитания. Ну и в корпусе розетки тоже с аккумулятором встроен на 600, по-моему, миллиампер часов. Тоже включается в розетку и, собственно, работает как ретранслятор. Никаких проводов ничего дополнительного не надо. Ну и все это позволяет, главная цель ретранслятора это увеличить дальность связи с извещателями. То есть если нам не хватает дальность связи извещателя с расширителем, в промежуток ставим реконслятор и дальность увеличивается. Если надо больше, то можно и не с ретранслятором поставить. Ну, вот по самому по культовому программному обеспечению состоит из четырех модулей. Это ARM администратора, который позволяет настраивать систему ARM дежурного пульта управления. Это, соответственно, наблюдение за объектом, за событиями и реагирование на них. ARM дежурного офицера, так появилось, и ARM инженера, соответственно, тоже конфигурирование и так далее, добавление зон, объектов. Все это можно делать через ARM инженера. Состоит все это из четырех частей. Значит, какой плюс вообще у нашей системы передачи освещения и у самого ARM? ARM сервер инсталируется на некий компьютер и, соответственно, дальше не требуются дополнительные установки на рабочие места других модулей. Все вот эти ARM доступны через сеть, через веб-интерфейс. То есть нужно нам дополнительное рабочее место. Просто установили обычный компьютер, например, с Windows 10 и через веб-браузер. Единственное, что веб-браузер должен быть интернет-эксплойер не Edge, это может быть Firefox, Opera, либо другие аналогичные браузеры. То есть просто вводим адрес в адресной строке браузера, арма, который нам нужен, и, собственно, получаем к нему доступ. Не требуется дополнительная инсталляция программного обеспечения. Это достаточно большой плюс. В принципе, все ARM могут быть открыты на сервере. То есть если не предполагается отдельных рабочих мест, то в принципе сервер, он же будет и сервер, и рабочие места. Тут несколько, наверное, не очень хорошо видно, но тут несколько окон с программой. Здесь видно, в данном случае, это тревога по объекту, тревоги, что, когда случилось, то есть можно как-то отреагировать и так далее. Здесь тоже некое окно, здесь карточка объекта, можно редактировать, здесь в данном случае схема проезда, но, к сожалению, нету схем, успел я вставить планов на помещение, где там видно, как отображаются объекты, тревоги по ним и так далее, но тоже есть такие окна, в случае тревоги у нас первое окно, здесь еще по версии у этого высвечивается план помещения непосредственно с объектом, который подвергся нападению. И следующий момент, это еще есть у нас в линейке нашего оборудования так называемые активные средства противодействия, это охранный генератор тумана подробнее на сайте у нас посмотреть, там есть и видеоролики, и написание продукта. Данный генератор тумана позволяет за считанные секунды в принципе помещение полностью покрыть непроницаемым туманом, видимость будет не более 30-50 сантиметров перед собой, соответственно в таких условиях что-либо уже украсть, не представляется возможным, там уже одно желание найти выход и уйти оттуда раз и навсегда. Достаточно интересное решение, не знаю как бы пока как его можно применить в рамках музеев, возможно как бы это можно сделать. В принципе туман не наносит вреда окружающим то есть он для человека безвреден, а для предметов тоже безвреден. Сейчас основное применение данного изделия это защита зон 24 банков, где банкоматы, ювелирные магазины, это салонные сотовые связи. В музеях у нас пока еще таких инсталляций не было, но просто для информации соответственно вам об этом говорю. в принципе есть ссылочка в ресурсах здесь справа на видеоролик по грани РК тоже можно у нас на сайте потом посмотреть. На этом наверное все, что я хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них. В чате можете мне сейчас задать. Ну а так в принципе я постарался как можно короче во всем рассказать, что хотелось, чтобы не отнимать у вас много времени. вот еще раз если вопросы есть, я минут пять подожду, вы можете как бы их в чате озвучить. либо можно как бы если вопросы есть, можно позвонить к нам в техподдержку на сайте тоже в контактах realta.ru в контакте можно найти телефон технической поддержки. Еще раз напомню, меня зовут Миленский Павел Викторович. Можно позвонить и собственно тоже задать все интересующие вас вопросы по оборудованию, потому что озвучено, ну или по-любому другому, которые мы производим собственно. в в в Продолжение следует...